На автобусных маршрутах 411 и 413 планируется ввести единый тариф на проезд. Сейчас пассажиры, которые едут по городу, оплачивают 30 рублей, а те, кто отправляется в поселок Искателем, должны заплатить 40. Эта путаница неудобна как для пассажиров, так и для кондукторов. Сколько же будет стоить разовый проездной и для чего решено объединить тарифы, расскажет Алена Валей. В месяц Наринмарское автотранспортное предприятие перевозит более 190 тысяч пассажиров. Из них более 20 тысяч – это те, кто пользуется услугами общественного транспорта бесплатно. Остальные должны оплатить полную или частичную стоимость билета. На сегодняшний день себестоимость одной поездки на автобусах АТП составляет более 50 рублей, но пассажиры оплачивают меньше. Бюджет там оплачивает, соответственно, разницу между существующим тарифом, так сказать, экономически обоснованным вот эти 50 рублей, и разницей с билетами. Ну, в прошлом году, допустим, у нас же льготников было практически 60%, соответственно, нагрузка на бюджет была больше. А в этом году, потому как появились у нас платные пассажиры, школьники, студенты, пенсионеры, хотя осталась категория льготников еще небольшая, тем не менее, как бы в этом году бюджет, естественно, нам даст меньше субсидий. В прошлом году сумма субсидий из бюджета округа составила 110 миллионов рублей. Сколько предприятия получат в этом году от региона, пока неизвестно. Субсидии предоставляются по итогам квартала. К тому же теперь предприятие должно получить денежные вливания не только из региональной казны, но и города. С этого года маршруты автобусов разделены. За городские 2, 4, 4, 6, 7 и 8 отвечает администрация Наринмара. А вот 411 и 413 остались в округе. Следовательно, и тарифы на перевозку пассажиров, а также субсидии определяются и выплачиваются за счет бюджетов того органа власти, который исполняет полномочия. На основании регионального закона власти субъекта решили установить единый тариф на межмуниципальные маршруты. С 1 марта изменятся тарифы. На межмуниципальном сообщении для пассажира без льгот стоимость проезда станет единой – 35 рублей. Текущее разделение тарифов – город 30 рублей, город-искатели 40 – приносило неудобства как пассажирам, так и кондукторам, которым приходилось отслеживать, сколько должен проехать каждый пассажир. Единый тариф, безусловно, в этом отношении гораздо удобнее. На городских маршрутах пока все останется без изменений. Также не изменятся и категории льготников. Право на бесплатный проезд на межмуниципальных и внутримуниципальных автобусных маршрутах осталось у жителей региона старше 70 лет, инвалидов 1, 2 и 3 групп, детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей до 18 лет и старше, если они учатся в образовательных организациях на территории округа. Также право бесплатного проезда предоставляется детям до 18 лет и до окончания учебного заведения, если среднедушевой доход семьи не превышает однократной величины прожиточного минимума, установленного в округе в расчете на одного человека. Чтобы подтвердить право бесплатного проезда, пенсионерам старше 70 лет необходимо предоставить кондуктору паспорт. Инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья необходимо показать два документа – копию паспорта или свидетельства о рождении ребенка и копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей до 18 лет или до 23 лет, обучающиеся в образовательных организациях, предоставляют копию паспорта или копию свидетельства о рождении и специальную справку, выданную отделом семейной политики, опеки и попечительства. Также специальная справка предусмотрена для школьников и студентов из малообеспеченных семей. Для получения этой справки необходимо обратиться в отделение соцзащиты. Что нам должны предоставить? Обязательно. Если ребенку, достигшему 14 лет, это паспорт. Если ребенку, не достигшему 14 лет, это свидетельство о рождении. Вторая – это справка о составе семьи. Также справочки о доходах всех членов семьи, работающих за последние три месяца. Справка выдается в течение пяти рабочих дней. В следующий раз документы для нее семьи с низким доходом должны будут собрать в конце августа.